В эфире телерадиокомпания Шебекина. В студии Дмитрий Корниенко. Здравствуйте! Главные новости из жизни городского округа в нашем выпуске. Ремонт дорожного покрытия по улице Советская, благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт школы Вселеновая Товолжанка, ремонт детского сада номер 6, реконструкция пешеходного моста, строительство набережной в городе Шебекина. Вот 6 из 60 объектов, которые курируются депутатским корпусом партии «Единая Россия» в рамках проекта «Наше общее дело». Подробнее о событии в нашем репортаже. 9 июля в Шебекинском городском округе побывала председатель Белгородской областной думы Наталья Владимировна Полуянова и лично ознакомилась с тем, как выполняются работы на строительных объектах. В селе Новая Товолжанка Наталья Владимировна вместе с главой округа Владимиром Николаевичем Ждановым и председателем Совета депутатов Шебекинского городского округа Анатолием Тимофеевичем Светличным посетила дворовые территории домов 1 и 1А по улице Кирова. Их тоже обновляют в рамках проекта «Наше общее дело». И по плану работы по благоустройству завершатся к октябрю. Дворовые территории, здесь у нас исторические сложения, они должны быть. Да, но приемник не может быть походу, он должен работать на себя. При этом принес решение везде цветы, везде благоустройства, зеленые носители. Жители за их же сель будут ухаживать в США. Мы решили, мы с ними встречались здесь однократно, и говорили о том, что наши сараи, которые снимают, и закрывать их, да, проблема. Но они так сложились исторически, и так же их строили, все время сахарный завод, он передавал собственность, и дворики, чтобы в один цвет, в один тон металл. По сути дела, если они остаются, то пусть они уже тогда будут определиться. Мы договаривались с ними таким образом, чтобы они просто торгались, чтобы та часть смотрелась только как и здесь. Мы договорились, что мы в Санкт-Петербурге, раз мы пользуемся, пожалуйста, пользуемся в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге не ряд дворов, мы просто сделали хорошее ображдение, если вы не выходите практически, мы будем сейчас в Вадиме с дворов, мы выходим в Санкт-Петербурге и в Сарай. Там мы принимали решение, конечно, с нас и многие, я скажу, что жили в Сарай. То есть нас-то не устраивает, потому что есть и дети, и молодежь. Это санитарная норма. Время изменилось, на тот период, может быть, это было и правильно, когда не было обеспеченности такой врачами и так далее, на сегодняшний день. Они практически не нужны, зато стоят. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим вас, конечно, отблагодарить. Молодцы, вы хорошо, что нам все сделали, но у нас есть какие-то небольшие недостатки. Говорите. Вот смотрите, нам вот, если на мусор выходить, они до конца не доделили. Дети как рассыпали, сейчас дожди, они выпадут все снова. Да, и грязь, любой дождик, и там грязище будет. А там молодцы, ничего не скажем, молодцы. Значит, никакой грязи здесь не будет. А что будет? А земля, она как же высаживать газонку, она высаживать. А дальше, а земля, дальше. Дальше. Дальше, тропиночки, дайте туда мусорных банков. Давайте пройдемся, посмотрим. Будем, в любом случае, дворовые территории будем принимать вместе с вами. Хорошо. Ну, сейчас, подождите, сейчас придем. Сейчас еще работа не закончена. Сейчас еще оборудование поставят, сверху будет. Электрики зайдут, оборудование, маломальское, озеленение. Вот вместе с вами я смотрю, это уже цветы, это же, наверное, вы уже сами называете. Конечно. Спасибо вам большое, да. Для себя уж. Но деревья надо. Конечно, конечно. Вот мы сейчас и какое-то озеленение, и беседочки, и песочность, и белевые веревки. Правильно? Правильно. Да, правильно. Конечно. Деревья уже привязывали. Ну, да. Сейчас это пошло. Понимаете? А это все должно быть современно, все должно быть комфортно. Конечно. По крайней мере, мы с вами сегодня понимаем, что мы благоустраиваем территории. Правильно? Процесс идет, но не закончим. Нет. А еще двор не готов до конца. Еще двор не сдам. Еще двор не сдам. Нет. И я не принимаю. Поэтому, о чем мы говорим. Работа еще будет завершаться. В Новотоволжанской школе ремонт в самом разгаре. Здесь тоже побывала спикер Белгородской облдумы с руководством муниципалитета. С началом нового учебного года местные школьники придут в обновленные учебные классы. Началась пандемия, да, но я понимал, что это будет очень рискованно. По всем социальным объектам мы приняли решение немедленно заходить. Не останавливались. Не останавливались и на секунду. Но если мы здесь приняли решение в свое время, что мы делаем поэтапно, чтобы для начала мы сделали пищеблок, сделали одно крыло и дети там учились, а строители работали в одном. Когда у нас началась пандемия, да, и когда дети отправили на дистанционное обучение, мы понимали, что это будут риски, мы понимали, что надо готовить какую-то альтернативу, но строители зашли на все объекты. И сегодня мы школы, детские сады будем сдавать порядка чем на месяц раньше. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Этой паузой надо было воспользоваться. Потому что раз уже так сложилось, я же говорю, детей нет, образовательный процесс здесь очный был приостановлен, поэтому... Ну, у нас вот была перегородка, когда мы стоим на ее месте, то есть эту часть ремонтировалась, эта часть... Вот мебель завозим, все школы полностью с мебелью, с новой. Прекрасно. Все новое. Прекрасно. Да. Быстро и качественно ведется капитальный ремонт в городском детском саду номер 6. И уже в августе несказанно порадует самых юных шебекинцев. Микрорайон Устинка с городом соединил новый мост через реку Нежигаль. Глава округа пояснил, что к концу месяца данный объект будет сдан в эксплуатацию. Соединимся с набережной прогулочной зоны. Вот этот мост, он будет служить арт-объектом. Мы будем позволять не просто идти в центральную часть города, но и спокойно гулять по набережной. А здесь уже получится больше двух километров благоустроенной современной набережной. Завершающий объект рабочей поездки – это набережная реки Нежигаль. Сегодня здесь благоустраивается прибрежная зона. И уже в октябре нынешнего года это место будет практически не узнать. 9 июля состоялась 30-я конференция Шебекинского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Подробности в репортаже Зои Войтовой. В работе 30-й конференции Шебекинского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» приняли участие Жданов Владимир Николаевич, глава администрации Шебекинского городского округа, Светличный Анатолий Тимофеевич, председатель Совета депутатов Шебекинского городского округа «Первого созыва», руководитель фракции партии «Единая Россия», Красовский Алексей Вячеславович, заместитель секретаря Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия», вице-президент благотворительного фонда «Содействие здоровому образу жизни» «Айсберг». По первому вопросу повестки конференции выступила секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Галина Александровна Шаповалова. Мандатная комиссия провела свое заседание, на котором избрали председателя мандатной комиссии Аксурову Татьяну Леонидовну, секретарю Шевлякову Юлию Викторовну. Полномочия делегатов подтверждены, кворум для принятия решений имеется. Предлагается протокол номер один мандатной комиссии принять к сведению, протокол номер два заседания мандатной комиссии утвердить и считать конференцию правомочной, полномочия делегатов подтвержденными. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался, спасибо, решение принято. Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня конференции. Об итогах предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Белгородской областной думы 7-го созыва. В этом году, 13 сентября, в Белгородской области будут проходить выборы депутата Белгородской областной думы 7-го созыва. Обязательной процедурой перед выдвижением кандидатов от партии является проведение предварительного голосования. Для участия в предварительном голосовании 2020 года было зарегистрировано 254 кандидата, из них 40% младше 35 лет. Общий конкурс составил в среднем 6 человек на один мандат. Около 80% заявлений было подано электронно. Белгородская область стала лидером по стране по приему документов кандидатов в электронном формате. По итогам голосования по общерегиональной части списка партии лидерами стали Савченко Евгений Степанович, Тетюхин Сергей Юрьевич, Полуянова Наталья Владимировна. По нашему городскому округу победителями предварительного голосования стали по региональной группе номер 11 стал Сергачев Валерий Александрович, генеральный директор ООН «Эсследия». Член партии «Единый Россия» с 2008 года. Был депутатом Белгородской областной думы 3, 4 и 5 созывов. Второе место по количеству набранных голосов заняла воротеляк Валентина Степановна, директор средней общеобразовательной школы номер 5 с углубленным изучением отдельных предметов города Шевикино-Белгородской области. С 2008 года член партии «Единая Россия» является депутатом Совета депутатов Шевикинского городского округа. По Валакуновскому одномандатному избирательному округу номер 11, в который входит часть Шевикинского городского округа, вы услышали, да, одномандатный. Я от региональной группы пришла к одномандатным. Лидером стал Красновский Алексей Вячеславович. С 2010 года является членом партии «Единая Россия». С 2018 года член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Федерального собрания Российской Федерации. В 2018 году избран депутатом Белгородского городского совета 6-го созыва вице-президент благотворительного фонда «Содействия здоровому образу жизни» Айсбек. По Шевикинскому одномандатному избирательному округу номер 24, лидером стал Чмирев Геннадий Иванович, генеральный директор ООН «Новая Заря». Иницирует формирование сети фермерских кооперативов по созданию здоровой продукции и дальнейшему ее поступлению во все детские учреждения округа. Таким образом, уважаемые два партийцы, после областной конференции 15 июля и регистрации кандидатов у нас начинается активная фаза избирательной кампании. Прошу вас всех принять в ней участие ответственно, добросовестно, творческое. В рамках работы конференции волонтерам, активно оказывающим помощь населению в период пандемии, были вручены благодарственные письма секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Полуяновой Натальи Владимировны. Письма вручал Алексей Красовский. 30 июня в Белгороде губернатор Евгений Степанович Савченко наградил победителей областного конкурса общественно значимых проектов среди первичных отделений партии. Победителем стал проект «Дорога через войну», который предполагает создание передвижной иммерсивной выставки панорамы, посвященной Великой Отечественной войне. Проект был создан Центром военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе «Тактика» совместно с отделом молодежной политики Шебетинского городского округа. Второй вопрос с повестки дня конференции об избрании делегатов 30-й конференции Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия». По результатам голосования делегатами 30-й конференции Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» будут три кандидатуры. Рослая Зоя Николаевна, руководитель общественной приемной Шебетинского местного отделения партии, воротиляг Валентина Степановна, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия», Чмирёв Геннадий Иванович, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия». В прошлую пятницу в рамках рабочей поездки глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов и вице-президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», заместитель секретаря Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Вячеславович Красовский побывали в селе Ржевка. Владимир Николаевич Жданов и Алексей Вячеславович Красовский осмотрели объект и убедились, что капитальный ремонт стадиона в селе Ржевка проходит по плану, и к августу объект будет полностью готов к сдаче. Сейчас прорабатывается вопрос дополнительного освещения и установки спортивных сооружений. Основание под искусственное покрытие уже готово. Здесь планируется обустройство беговых дорожек и трибун для зрителей. Важно, что стадион будет открыт для всех жителей села. Наконец у школьников начались долгожданные выпускные экзамены. Процедура сдачи экзамена в этом году значительно отличается от практики предыдущих лет из-за принятых мер безопасности по предотвращению распространения COVID-19. Накануне экзамена наши корреспонденты побывали в пункте проведения. В средней общеобразовательной школе номер 5. В этом году сдают экзамены только те, кто собирается поступать в ВУЗы. Остальные же от сдачи ЕГЭ освобождены по решению правительства. 3 июля стартовал основной период сдачи. Мы побывали в пункте проведения экзамена. В средней общеобразовательной школе номер 5 накануне единого госэкзамена по профильной математике. О работе пункта проведения экзамена нас проинформировал руководитель пункта 2102 Никита Сергеевич Куренный. Сейчас мы находимся в штабе пункта проведения экзамена. Это сердце пункта проведения экзамена. Здесь происходит управление, контроль за процедурой экзамена и, собственно, сканирование работ детей для последующей отправки в Белгород на проверку. Также здесь находится видеонаблюдение, с помощью которого мы следим за порядком проведения экзамена. На экране монитора мы с вами видим все аудитории, которые транслируют изображения в режиме реального времени. В случае обнаружения общественными наблюдателями какого-либо нарушения, мы сразу, также в режиме реального времени, видим это нарушение и должны его отработать, то есть принять какое-то решение. Всего в нашем пункте 14 аудиторий. Завтра на экзамене по математике будет задействовано 11 аудиторий. Мы проходим с вами в аудиторию, в которой, собственно, происходит сам экзамен. Перед вами станция печати, на которой происходит печать КИМ и бланка ответов для детей. В день сдачи на экзамен по математике первые выпускники начали приходить уже в половине девятого утра, чтобы точно не опоздать. Состояние нервозности для сдающих ЕГЭ является нормальным. Психологи говорят, что не нужно делать вид или пытаться внушить себе, что ты спокоен. Это не работает. Важно физически взаимодействовать со своим напряжением. Перед тем, как пройти в аудитории, и участники, и организаторы соблюдают необходимые меры профилактики, проходят термометрию, обрабатывают руки дезинфицирующими средствами. Помимо этого предусмотрена обязательная дезинфекция всех помещений как до, так и после экзаменов. При размещении выпускников соблюдается социальная дистанция полтора метра. После измерения температуры и обработки рук выпускники проходят процедуру регистрации на единый государственный экзамен. Я лично не смущаюсь того, что нам руки обрабатывают, температуру измеряют, так как я прекрасно понимаю, что это меры лишней предосторожности. У меня, ну я сам из семьи врачей и прекрасно знаю, что такое там эпидемия и все прочее. Поэтому лично у меня никаких смущений по этому поводу нет. Через металлоискатель я тоже не боюсь проходить, так как я сам лично сдаю все экзамены честно, без проноса каких-то либо телефонов или еще чего-то. Поэтому лично я ничего не боюсь. В аудиториях довольно комфортно, окна открыты, сквознячок иногда продувает. Поэтому жарко никогда не было ни на одном из экзаменов, что на основном периоде. Организация экзаменов меня тоже очень радует, поэтому лично у меня никаких вопросов нету и все прекрасно. Заметим, что экзамен прошел штатно, без серьезных сбоев и нарушений. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня 27. Свои результаты участники узнают не позднее 24 июля. Пожелаем ребятам успешно сдать экзамены, выбрать профессию по душе и, что немаловажно, востребованную в современном обществе. Надеемся, что после завершения учебы многие останутся на Белгородчине и будут трудиться на своей малой родине. Удачи вам, ребята! Есть даты, которые навсегда останутся в памяти народа, как великие и трагические вехи нашей истории. Святительство мужества и стойкости россиян. 12 июля у почетного знака героям Курской битвы, почетным гражданам Шебекинского района и города Шебекина, на Аллее Славы состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. В митинге приняли участие глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов, председатель Совета депутатов Анатолий Светличный, вице-президент благотворительного фонда «Айсберг», заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Красовский, руководитель акционерного общества «Новая Заря» Геннадий Чмирев, депутат Совета депутатов, директор школы номер 5 города Шебекина Валентина Воротыляк. Традиционно почтили минутой молчания всех тех, кто сражался на Прохоровской земле и погиб, отдав жизнь за свободу Отечества, и возложили цветы к вечному огню памяти. Как сказано в поздравлении, 77-й годовщиной со дня танкового сражения под Прохоровкой от первых лиц региона, вспоминая сегодня о той кровопролитной битве, мы низко склоняем головы перед безграничным мужеством и несгибаемой стойкостью советских солдат, наших земляков, стоявших насмерть в огненном аду, проливавших кровь за каждую пять родной земли. Память об их бессмертном подвиге мы обязаны свято беречь, передавая из поколения в поколение. Шебекинские ветераны вновь принимали поздравления с днём рождения. 12 июля ветерана Великой Отечественной войны Николая Кирилловича Сабельникова поздравляли с днём рождения глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов и вице-президент благотворительного фонда «Айсберг», заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Красовский. «Поминала поработать, и ни один бригадив не будет на него обижаться, никогда прочее не сказал бригадив. И все, да, и все уважали». «Во прекрасно. Так, вам тогда добра, здоровья, всего самого. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Низко кланяешь вам. Берегите друг друга. Правильно, и берегите тебя. Спасибо. С днём рождения ещё раз. Всего доброго. Всего вам самого хорошего. Жми руку. Спасибо большое вам. Вот так. Очень здорово. 13 июля поздравили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Дергилёву Елену Авакумовну. Елена Авакумовна сильный и волевой человек. Прожила непростую жизнь. На её долю выпали тяжёлые годы войны, трудное время восстановления страны в послевоенное время. Елена Авакумовна, принимайте самые тёплые поздравления с вашим прекрасным праздником, с вашим днём рождения. Примите эти следы. Спасибо. Мы передаём вам поздравления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с самыми тёплыми и добрыми пожеланиями долгих в жизни. Ну и, конечно же, как и положено, день рождения, подарки, всё самое необходимое. АПЛОДИСМЕНТЫ Попросили, Алексей Вячеславович. Елена, с днём рождения, здоровья, благополучия. Вам ещё прожить как минимум столько, и наше молодое поколение равняется на таких людей, как вы. Мы вас уважаем, любим. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровья. АПЛОДИСМЕНТЫ Телерадио-компания Шебекина присоединяется к поздравлениям и желает юбилярам быть оптимистами, не унывать, стараться не болеть и не стареть. Для молодёжи служить примером того, как можно дожить до столь почтенного возраста в добром здравии, рассудке и памяти. С юбилеем! На днях Ржевский дом культуры получил отличный, нужный подарок от Алексея Красовского и Михаила Тебекина, вице-президентов благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Об этом событии – наш очередной репортаж. Занятие физкультурой и спортом – дело важное и нужное, а любовь к спорту прививается с детства. Я хотел бы, прежде всего, благодарить руководителей благотворительного фонда «Айсберг» за специально активную политику, которую они проводят на территории нашего городского города. Это, начиная от автомобилей, медперсоналов, и продолжая спортивный металл для занятий физической культуры и спорта в наших детей. В лице Алексея Вячеславовича, я отражаю слова признательности. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Желанные гости подарили ржевским ребятам вместе со спортивным инвентарем настоящую радость, восторг и хорошее настроение. В каждой деревне есть свои родники. Сколько красоты, чистоты и гармонии дарит нам журчащая вода родника. 11 июля в селе Нижняя Березова-2 жителями был организован субботник по расчистке территории, прилегающий к роднику в святой источник. В субботнике принял участие вице-президент благотворительного фонда «Айсберг» заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Красовский. Родники представляют собой уникальные природные объекты, имеющие значительную научную ценность как памятники природы. Они являются уникальными естественными водоемами, так как на поверхность выходят грунтовые и подземные воды. Родниковая вода берется в том самом месте, откуда она поступает из-под земли, доходит до нас в своем первозданном, природном по своему гидрохимическому составу виде. Кроме того, вода родника из экологически чистого проверенного источника практически не нуждается в очистке. Родник-святой источник обязательно будет ухоженным и чистым, а в том, что он похорошеет и приукрасится, будет частичка труда каждого из участников экологического субботника. Звенящей струйкой зимой и летом, весной и осенью, круглый год, не переставая, будет бить из-под земли живительный природный ключ. Время быстротечное, неумолимое, необратимое. Испокон веков течет река времени, несет забвение, стирает память. Уходят люди, живые свидетели эпох, и память тоже уходит. Но есть в истории события неподвластные времени. Они выжжены огнём и калёным железом, омыты слезами, овеяны славой. И когда люди уходят, остаются реликвии. Фотографии, документы, награды – они молчат. Но каждая из них – живая история. О жизни и смерти, о вере и надежде, о каждодневном подвиге, о мужестве. И память продолжает жить. Память – сердце. У меня в руках фронтовое письмо. Здравствуйте, дорогие родители, папа и мама. Привет с Польши от вашего сына Алексея Яковлевича. Во первых строках моего письма я вам передаю свой чистосердечный пламенный привет. Папа и мама, я пока жив и здоров. Итого вам желаю. Хороших успехов, как у меня. Я теперь награждён. Вот какие новости. Так писал в ноябре 1944 года красноармеец Алексей Яковлевич Танких, командир отделения 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии. Незадолго до этого дивизия принимала участие в яско-кишинёвской наступательной операции. Вела тяжелейшие бои, не давая вражеской группировке вырваться из кольца окружения. Именно тогда, 26 августа 1944 года, Алексей Танких вместе с товарищами отбил атаку немцев. Сам лично уничтожил двух фашистских солдат. И вскоре на его груди красовалась медаль. За отвагу. Его письмо пришло в Купино под Новый год. Фронтовой треугольник читали всем селом. Радовались. «Живой, Алёшка!» «Воюет!» «Бьёт фашиста!» Поздравляли Якова Фроловича и жену его. Сыну всего 19, а уже герой. Медаль просто так не дают. А ещё через два месяца пришла в село похоронка. 12 января 1945 года 254-я стрелковая дивизия наступала на Бреслау. Через две недели непрерывных боёв вышли к Одеру. Непроглядная тьма. Крутые берега обледенели. Сильный ветер со снегом лепит в лицо. Подав реке ледяная крошка. А на противоположном берегу враг. Затаился. Готовый уничтожить всех, кто сумеет переправиться. Смертельные метры под шквальным огнём. Яростные контратаки немецкой пехоты и танков снова и снова. Они фактически висели в воздухе, зацепившись за реку. Держались из последних сил. И выдержали. Полк дождался подкрепления и ушёл дальше. На запад. На Берлин. Ушёл. Алёша Танких остался. Красноармеец Алексей Яковлевич Танких был убит 1 февраля 1945 года в районе Песьки-Витц. Здесь его и похоронили. Русский солдат в чужой стране. В чужой немецкой земле. Навсегда. 19-летний. Навеки. Родителям его только и осталась фотокарточка да пара письм. А ещё яблонька, которую Алёша посадил в саду весной 41-го. Вот она на фотографии за спинами стариков. А в руках у них портрет. По мальчишески тонкая шея, нос пуговкой. Но губы сжатые. И глаза серьёзные. Погиб солдат. А память жива. Теперь её хранит музейный экспонат. Чтобы знали. Чтобы помнили. Сегодня портал Госуслуг доступен уже не только для физических, но и для юридических лиц. Здесь любые компании, органы власти и иные организации могут получить электронные госуслуги, а также получить доступ к государственным и муниципальным сайтам и системам. Каким образом в вашей организации воспользоваться порталом Госуслуг? Очень просто. Зарегистрируйтесь. Для этого вам понадобится заранее созданная на портале подтверждённая учётная запись руководителя организации, которую удобнее всего получить, используя квалифицированную электронную подпись. Далее необходимо выбрать опцию создания учётной записи организации и подключить к компьютеру свою квалифицированную электронную подпись. Данные вашей организации заполнятся автоматически из электронной подписи. Останется только ввести информацию о контактах организации. Вся процедура не займёт больше пары минут. Получить квалифицированную подпись вы можете в любом удобном вам аккредитованном удостоверяющем центре. Вы сможете сразу же перейти к заказу государственных услуг или получить доступ к нужным порталам. В дальнейшем учётная запись станет электронным паспортом вашей компании при обращении в многочисленные ведомства. Госуслуги. Проще, чем кажется. На этом наш выпуск завершён. Над его созданием работали Данил Рябов, Владислав Змеёвский, Зоя Войтова, Василий Починский, Анастасия Костоглодова, Алексей Коновалов, Елена Матвиенко и Дмитрий Корнеенко. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Данил Рябов, Владислав Змеёвский, Зоя Войтова, Василий Костоглодова, Алексей 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 Костогл